Доброе утро, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Торговый план» на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и сегодня у нас уже 14 августа 2018 года, вторник. Тренды продолжаются, приглашаю всех к активной торговле. Давайте посмотрим, что нам позволяет думать технический анализ, какие идеи. Биткоин, друзья, посмотрите, как не верить в технический анализ. Ударился ровно в 5850 долларов. Это была отметочка июньская. В конце июня мы здесь были. Отскочили и опять на нее ударились. Естественно, ситуация про бой, отбой. Очень важный момент. Ну, понятно, что сторонники крипты надеются на отбой, поэтому здесь сейчас торговли нет. Ждем, наблюдаем, как начнется европейская сессия. И она уже началась. Ну, пока в боковике. Пока вот часовой график. Давайте даже пониже поставим, поточнее. Пока часовой график, пока делать выводы рано. Но понятно, что биток смотрит вниз, и я не удивлюсь, если он пойдет на пробой этой ключевой отметки. Эфириум также вниз. Лайткоин вниз, причем по-серьезному. Эфириум классик вниз как. Слушайте, валится крипта, манера вниз, биткоин кэш вниз и риппл вниз. Друзья, крипта валится с утра. Сейчас процентов на 10-20 подбивалось, но тем не менее по биткоину ситуация критическая. Прямо на отметке пробоя отбой. Смотрим внимательно. Американский сорт нефти. Вчера, друзья, сильно снижался, но вытащили его. Хотя закрылись в битусе, поэтому бадета вчера была права. Сел состоялся. Сейчас растем. А мне кажется, все это ретест. Мне кажется, что нефть с большим падением вниз. Я бы, например, вот эту точку, на которой мы сейчас стоим, я бы ее рассматривал как возможность для продаж. Вот эту отметку 67, на которой мы сейчас стоим, по WTI, октябрьский контракт. Не верю. Мы вышли из треугольника и вниз, ну как минимум 63.24. Мы должны показать. Ну, а это так на всякий случай. Ух ты, я даже боюсь озвучить. Три доллара восемьдесят центов. Ну, так серьезная дорога может быть вниз. Серьезная дорога может быть вниз. Надо быть бдительными, друзья. Не верю в рост. Жду вниз. Индекс доллара, коллеги, второй день снижается. Да, мы ударились в сильную отметку 96.34. Подснижаемся. Но мне кажется, набираемся сил перед дальнейшим походом. Ну, пока вниз. Можно, наверное, постоять вниз. Хотя я бы искал точку входа наверх уже. Еврик на этой волне второй день поднимается. Но наши отметки 1.1460, которые мы вчера показали, ожидали, не достигли мы. Она у нас здесь хорошо выделена. Пока мы из этой зоны падения не вышли. Это месячный график. Это недельный. Тоже видим, что пока не вышли. Пока с гэпом вниз. И пока закрыли гэп. Гэп закрыт. Все. Что теперь? Вниз опять. Вот эта тема. Так что ждем на дневном графике. Внимательно смотрим. Не верю я в рост евро сегодня. Хотелось бы, конечно, чтобы наш план 1.1460 был достигнут. Но вот по началу сегодняшнего утра сомневаюсь. Фунтик растет. Иена. Доллар иена растет. Почему-то назло всем. Доллар франк снижается. Доллар канадец снижается. Это все рыночно. А вот австралиец снижается. Не может подняться. А новозеландец может подняться. А австралийца хуже дела, друзья. Почему-то. Смотрите внимательно. Почему? Оба-на. Золото. Как вчера завершил этот день. Круто. Ничего себе. Вот это да. Это сколько в граммах? Это в граммах? Я не пойму. 18 долларов что ли? Сейчас в моменте 11.93. А было 12.13. 12.12. Да. 18. Практически на лоях было пробой вниз. Был 21 доллар вчера. Ого. А это в какое время? А, ну это понятно. Это мы уже завершали день вчера. Слушайте, ну сильно. Вчера мы целый день наблюдали золото. Да. Нападение. Отмечали, что вышли из канала. Там все. Ну просто. Потому что на конец дня добьют так глубоко. 11.93. По серьезному, друзья, у золота. Ну и Екатерина Вишнева дождалась своего часа, видимо. Ну и серебро. Так же глубоко прошли. А ну серебро сколько прошли за день? Да столько же, наверное. На лоях было 34 цента. Для серебра это очень много, конечно. И сейчас мы стоим на отметке 15. И выбираем путь. А мне кажется, сегодня индекс доллара пойдет на добой. Я думаю, что он сейчас развернется. И опять всех раскидает. Глобальные новости, друзья. Их сегодня очень мало. Хотя вторник вроде бы живой день должен быть. Ну, 14 августа, само за себя говорит. Единственная новость такая будоражащая. Это то, что Дональд Трамп, президент США, заморозил программу полетов российских военных над США. То есть программа «Открытое небо» приостановлена. Это серьезно тоже. Это сразу доверие, так сказать, вопрос доверия возникает. Далее, коллеги. Центробанку Турции, читаю новость. Не удалось остановить падение курса лиры. О, кстати говоря, сегодня спросим у Владислава Воробьева, как он оценивает ситуацию с курсом лиры. В России, друзья, новости тоже немного, но основные такие. Минфин разработал проект о введении экологического налога в России. Слушайте, ну еще один налог на предприятие. Это, конечно, так серьезно. Вроде была тема в прошлом году, что не будут налоги повышаться, а вот тебе. Друзья, помните, что «Роснефть» дала деньги 49,9% венесуэльской нефтекомпании PDVSA. Вот, они их получили в качестве залога за кредит. Там кредит 1,4 миллиарда долларов. Но вот канадцы требуют эти деньги за то, что, так сказать, Венесуэла национализировала часть канадских активов. В общем, там суд, и суд арестовал этот залог «Роснефти». Так что все эти 49,9% мы можем потерять. Это серьезное дело, друзья. Для «Роснефти» это негативный сигнал. Друзья, Владислав Иноземцев, российский экономист, опубликовал статью. Время бизнеса подходит к концу. Ничего не скажешь. И главная логика такая. Государство начинает относиться к любой частной собственности, как к своей. Конечно, это уже не рыночная экономика. Друзья, вы помните, вчера мы бурно обсуждали новость о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин якобы заявил, что в России могут быть отменены государственные пенсии как таковые, выступая перед жителями Саратова. Вчера был опубликован ролик с его выступлением. Ну да, действительно, слова «будут у нас дальше государственные пенсии или нет?» Это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным. Он действительно произнес. И это, конечно, очень серьезно, коллеги. Еще нам тогда не хватало без пенсии остаться. Тогда вообще непонятно, как жить. Время бизнеса подошло к концу, говорит Иноземцев. Одна новость. И вторая новость. Время пенсии подошло к концу. У вас остается вопрос, а как вообще жить? Пока вопрос открытый. У кого есть идеи, пишите в чате. Две стороны у монеты «buy sell». Бросаем. Я смеюсь просто от того, что уже слов нет комментировать это все. А складывать руки и ложиться умирать тоже не наш стиль. Поэтому работаем. Надеемся, все-таки, может, эти ужасы не произойдут. Монета. Октябрьский фьюч WTI ждет монета сегодня в бай. Монета вчера была права. Состоялся sell. А сегодня, 14 августа, монета ждет бай. Глобальные новости макроэкономики, друзья. Смотрим внимательно с вами вместе. Пока ничего не вижу. Если кто-то что-то видит, пишите в чате. ВВП Еврозоны в 12.00. Можно посмотреть. Без сомнения. И больше ничего. Спикеров никаких нет. Понятно, что вечером 23.30. Недельные запасы журненефти. По данным Американского института нефти. Но это уже ночная работа. Все, коллеги. Двигаемся дальше. Подводим итоги. На мой взгляд, доллар сегодня, хотя он второй день стоит в минусе на дневном графике. Я думаю, что он сегодня пойдет на отбой. Я не верю в его падение в дальнейшее. Потому что просто нет для этого оснований. Поэтому жалко, что вчера мы не дошли по нашим целям по евро. 1.14.60 мы определяли на коррекцию. Но вот не уверен, что сегодня мы к этим целям подойдем. Будьте бдительны, друзья. Всего доброго. Удачи.